Привет, меня зовут Кася Зволяк Швихович. Я работаю в TechSoup Europe в качестве специалиста по коммуникациям. Сегодня в этом коротком фильме я расскажу вам, как создать работающий визуальный контент для ваших онлайн-тренингов. Я расскажу вам о том, зачем и как сделать контент вашего тренинга более привлекательным и работающим с помощью дизайна и визуальных элементов. Оставайтесь с нами, если вы учитель, тренер или преподаватель, который хотел бы улучшить свои навыки в онлайн-образовании. Сначала нужно определить, что вы хотите сказать. Кому вы хотите это сказать? Молодежи, взрослым, детям. У них абсолютно разные потребности, и это необходимо учитывать в структуре тренинга, а также в элементах визуального контента, которые вы собираетесь использовать в своем онлайн-тренинге. Когда у вас есть четкая цель сообщения, вам нужно разместить все свои элементы дизайна на одной странице и упростить свой контент по принципу «одна страница – один пункт». У вас есть простая идея, которую вы хотите донести? Просто разместите одно слово на слайде. У вас есть фото, которое отлично передает эту идею? Увеличьте его так, чтобы оно заполнило весь слайд. Если у вас сложная идея, которую действительно нужно подробно объяснить, попробуйте разделить свои тезисы на несколько слайдов. Используйте столько слайдов, сколько вам нужно, чтобы рассказать свою историю. Просто постарайтесь сделать их простыми. И помните, «одна страница – один пункт». Поэтому при создании презентации не перегружайте ее множеством страниц со множеством пунктов, которые трудно понять или даже прочесть. Вам нужно сделать вашу презентацию привлекательной для ваших слушателей. Ваши слайды предназначены для вашей аудитории. Это не ваш личный телесуфлер. Если вы повторяете практически все, что указано на ваших слайдах, ваша аудитория не знает, на что обращать внимание – на вас или на слайды. Есть и другой способ, который облегчит обучение для вашей аудитории. Просто используйте визуальные элементы, которые помогают объяснить содержание с помощью коротких меток вместо предложений с булитами. Мы составили список обязательных визуальных элементов для ваших образовательных ресурсов онлайн, чтобы помочь в создании разнообразного визуального контента, призванного помочь каждому студенту полностью понять материал. Кто-то лучше запоминает, когда читает, а кто-то, когда смотрит и слушает. Отличный способ удовлетворить потребности этих обеих аудиторий – создать видео для каждого урока или основной темы. Не менее важным визуальным элементом, который необходимо включить в свои материалы, являются стоковые фотографии. Существует множество ресурсов, которые вы можете просмотреть и выбрать наиболее подходящие фото для ваших онлайн-материалов. Иллюстрации и значки. Вот еще один отличный способ помочь вам наглядно представить свой контент и разбить большие куски текста. Они просто идеально подходят для использования в инфографике и диаграммах. Диаграммы и графики – идеальный способ помочь вам представить цифры, данные или статистику. Только не забрасывайте свою аудиторию слишком большим количеством фактов и цифр. Если речь идет о цифрах и статистике, здесь определенно чем меньше, тем лучше. Инфографика может стать идеальным способом представления дополнительной визуальной информации вашим студентам. Это связано с тем, что инфографику можно использовать по-разному. Есть инфографика «как», инфографика «сравнение», инфографика «процесс» и многое-многое другое. Еще одним важным наглядным элементом, который следует включать в свои онлайн-уроки, особенно при объяснении процессов, являются скриншоты. Представьте, насколько меньше времени вам потребуется, чтобы просто сделать снимок экрана и объяснить, на что должны обратить внимание ваши ученики в целом абзацы. Это беспроигрышная ситуация для всех. Просто показать, на что именно должны обращать внимание ваши ученики. Теперь давайте внесем ясность. Размещение красивой картинки в углу слайда PowerPoint не является визуальным обучающим контентом. Существует разница между оформлением и наглядным представлением. Если речь идет о поиске правильного шрифта для вашей презентации, самое главное – это его читабельность. Сделайте шрифт побольше. Используйте размер 30 или больше. Это сделает вашу презентацию более читабельной, еще и улучшит контент, потому что более крупный шрифт вынудит вас оставлять на слайдах только самый важный текст. Гораздо проще и эффективнее использовать одни и те же шрифты и стили на протяжении всей презентации. Вашей аудитории будет много проще понять, что происходит, а вы сможете делать презентацию быстрее. Ведь если у вас есть шаблон, вы можете использовать его вместо того, чтобы каждый раз делать все с нуля. Каждый элемент в вашем дизайне должен быть частью большого целого проекта. Каждый слайд должен быть частью одной и той же истории. Так что выберите свои шрифты, любимые цвета, фоны, графические стили, один фильтр для фото и применяйте все это ко всем своим слайдам, потому что выдержанный стиль контента – это круто.